Сотрудники Рео отмывают крыльцо от краски и кладут на место отвалившуюся плитку. По гарантии она должна была продержаться как минимум 5 лет. Прошло меньше года. Вы недовольны качеством ремонта, который был сделан? Ну как я вам скажу, отлетает, а там наверху один бог знает. Недовольны, наверное. Не только я одна. Подрядная организация, которую нанял Рео, сделала некачественный ремонт фасада. Так говорят в самой управляющей компании. Но ошибки им приходится исправлять уже своими силами. Жильцы рассказывают, за ремонт платили немалые суммы. Лидия Сергеевна отдала 6 тысяч рублей. Первые проблемы начались уже через пару месяцев после окончания ремонта. Тогда же начали жаловаться в Рео. Но ответа не дождались. Они взяли и пластиком завородили. Когда можно? Орстеклом. Правильно? Еще одно последствие капитального ремонта. Снаружи пластиком закрыли все окна. Теперь в подъезде еще зимнее. Жители ходят по лестницам почти вслепую. Перила грязные. Строители выполнили три пункта из обязательных четырех. Отремонтировали фасад, кровлю и подвал. Единственное, что осталось – заменить лифт. Правда, за него жильцам опять придется заплатить. И уже 15% от стоимости всех ремонтных работ. И на этот раз, надеются, они сделают все качественно. В Подмосковье подвели предварительные итоги ЕГЭ. В этом году результаты в среднем выше, чем в прошлом. Больше всего показатели выросли по английскому, истории и физике. Всего в регионе сдали экзамен 36 тысяч выпускников. Сегодня подведут итоги еще по трем экзаменам. Режиссер выпускного дает четкие установки. На авансцену выходить уверенно. Своё будущее выпускник Сергей уже срежиссировал в прошлом году. Победил во Всероссийской Олимпиаде по немецкому. В этом клавром победителя добавил 100 баллов на ЕГЭ. Теперь выбирает ВУЗ. Но больше смотрит на Запад. Наш экзамен не является равным немецкому экзамену. И чтобы поступить в Германию, нужно еще проучиться целый год. Заново учить историю тоже. Пока в Риотове только двое стобальников. Впереди еще подведение итогов по литературе, географии и химии. На высокие 90 баллов в этом году сдали 54 человека против прошлогодних 30. Ход каждого испытания проверяла комиссия Министерства образования. Попыток зайти в интернет не было. На физике небольшая такая ситуация была. Ребенок принес калькулятор, который вполне разрешен Министерством образования Московской области. То есть ребенок на всякий случай даже сертификат принес. Но организаторы в аудитории посчитали, что калькулятор с программным обеспечением. И поэтому разрешили им пользоваться в их присутствии. Апелляционные случаи тоже были. Тенденция этого года. На апелляцию подают обладатели высоких баллов, чтобы получить еще более высокие. Отсудить их у компьютера не получится. А спорить можно только результаты третьей части экзамена. Ее проверяют эксперты. Практически все прошения о пересмотре в Риотове удовлетворены в пользу выпускников. 40 миллионов сэкономили в прошлом году. 83 на модернизацию здравоохранения поступило из Федерального фонда медстрахования в этом. Крупная сумма, но медики уже решили, на что ее потратят. Всего суммы, получается, станут порядка 120 миллионов. Эти средства надо уточнить. Они идут на капитальный ремонт и на приобретение оборудования. Самое сложное остается ситуация с онкологическими больными. В региональном бюджете нет денег на обеспечение их лекарствами. Эти расходы администрация предлагает взять на себя. Финуправление подсчитали. На 7 месяцев нужно 4 миллиона 200 тысяч. Такие расходы ни у кого вопросов не вызывают. Кто за? Против? Раздержались. Спасибо. Решение принято. Еще одна цифра. Полтора миллиона необходима для приобретения формы для детей из многодетных семей. С сентября носить ее обязаны все российские школьники. Мы произвели расчеты. Расчеты из 3000 на каждого ребенка. Были полностью просчитаны количества многодетных семей и нет количества детей. У нас с постоянной пропиской проживает 518 человек. А всего по социальной защите в городе проходит у нас 765. Это льготы только для детей, постоянно проживающих в Риотове. На выделенные 3000 по желанию родители купят либо школьную, либо спортивную форму. Подобная помощь необходима и малоимущим горожанам. Было решено просчитать и эти расходы. В итоге изменения в бюджет приняли единогласно. Андрей Воробьев посетил с рабочей поездкой звездный городок. Временно исполняющий обязанности губернатор области не только общался с местными жителями. Ему провели экскурсию по центру подготовки полетов. А также глава региона примерил на себя скафандр. Голову сюда ближе к стеклу. Меня в космос. Такая одежда весит примерно 120 килограммов. И в подобный в космос летал Юрий Гагарин. Также во время рабочей поездки Андрей Воробьев пообщался и с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и с легендарным Алексеем Леоновым. Правда, интересовали их в основном и земные вопросы. К примеру, проблемный участок дороги Чикаловский. Сегодня в нашем городе будет солнечно, но не жарко. Днем температура в районе 21 градуса. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Вечером станет прохладнее около 12 градусов. Зато без дождей. КОНЕЦ КОНЕЦ